А вот и октябрь. Тот самый легендарный октябрь, который лет эдак сто назад кардинально перевернул судьбу всего человечества. Тот самый октябрь, благодаря которому и было провозглашено незабываемое ленинское из всех важнейших, из которого и стало ясно, что для нас самое главное именно оно – кино. Главное, чтобы без похабщины и контрреволюций. А для тех, кто все еще сомневается, читайте журнал «Советское кино». Первый или второй номер за 1933 год. Товарищ Луначарский, врать бы не стал. Здравствуйте, я Алина Раимова и это оно – то самое кино. В самом начале действительно давайте про него. Про оно. Но ведь не зря я столько раз это местоимение употребляла. Этот ужастик, снятый по книге Стивена Кинга, как своеобразный ремейк фильма 1990 года, с бюджетом в 35 миллионов долларов, в прокате собрал почти полмиллиарда долларов. В итоге оно стал самым кассовым фильмом за всю историю фильмов ужасов. Что же касается наших российских фильмов ужасов, то самой успешной лентой этого года стала картина режиссера Святослава Подгоевского «Невеста». Ну, по крайней мере, так утверждают в нашем Роскино. В этом же ряду крайне успешных картин находится «Небезызвестное всем притяжение», «Время первых» и даже «Викинг». Особо можно выделить в этом списке фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, который продемонстрировал отличные международные продажи. Но, как сказали в том же Роскино, это единичный пример реализованного независимого проекта. Кстати, эта же лента от Звягинцева стала кандидатом на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Будем очень надеяться, что еще один фильм российского производства, тизер которого недавно вышел в сети, будет успешным во всех смыслах. Константин Хабенский все-таки решился на режиссерский дебют, одновременно с этим взяв на себя функции актера и постановщика. А в сценаристах сам министр культуры господин Мединский. История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключенные лагеря «Собибор» во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание. Единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти. Эту однозначно интересную премьеру обещают в апреле 2018 года. И еще про наше отечественное кино, которое с каждым годом становится все лучше и интереснее. Так вот, в следующем году, согласно проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы, расходы на сферы культуры и кинематографа будут сокращены. Ненамного. Примерно на 76 миллионов в год. Чтобы было более понятно, это примерно одна картина. Скажем, комедия со среднестатистическим бюджетом. Для сравнения, бюджет фильма «28 панфиловцев» составил 150 миллионов рублей. Сегодня за нами не только Москва. Не только вся наша необъятная родина. Хорошая новость. Бюджет включает в себя расходы на мероприятия по сохранению и развитию кинематографии в России. А теперь давайте про кино американское. Судя по октябрьским премьерам, в том числе и фантастическим, американский кинематограф пока проблем с финансированием не имеет. Так же, как и со сценариями и с актерами. А наглядным тому подтверждением стала лента «Бегущий по лезвию 2049». Боюсь, альтернатива вам не понравится. Спустя почти 30 лет после фантастической ленты Ридли Скотта режиссер Дэнни Вильнёв вновь взялся за эту историю. Сам Дэнни говорит следующее. Я могу рассказать, как мы работали со сценаристом Хэмптоном Фанчером, пытаясь воссоздать мир, который по сюжету существует спустя 30 лет после 2019 года. Мы строили альтернативную реальность. Климат стал гораздо хуже. Воздух более жёстким. Общество на грани распада. Ресурсы истощены. Мало еды. Множество стран с точки зрения политики распались. Также стало известно, что по сюжету сразу после событий, показанных в первом фильме, сработала электромагнитная пушка, импульс которой начисто разрушил цифровые данные, создав цифровой блэкаут. Главный герой Кей, сыгранный Райаном Гослингом, в 2049 году ищет улики не в Гугле, а в реальном мире. Если об этом узнают, начнётся настоящая бойня. Поэтому перед тем, как идти на премьеру, настоятельно рекомендую посмотреть на первоисточник 82-го года от Ридли Скотта. Всем любителям фантастики 100% понравится этот октябрь. Ещё одна фантастическая премьера «Гео Шторм» выйдет в прокат в середине этого месяца. В главной роли Джерар Батлер. Ну, нет, конечно, самая главная роль у Джереми Рэй Тейлора. Но он ещё ребёнок. И пока не Макулай Калкин. Но всё внимание на сюжет. Внесите в протокол, что он опоздал на целый час. Да, прошу прощения, мне пришлось лететь из космоса. Буквально. После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвлённую сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так. Система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка на перегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный геошторм сотрёт с лица Земли всё живое. И всех живых заодно. Все мы знаем, сколько людей погибло из-за погодных аномалий. Такое не должно повториться. Ты снова летишь в космос? Я вернусь. Обещаю. Добавлю, что многие сцены были сняты в центре НАСА. Так что, если вдруг вам фильм не понравится, то просто полюбуйтесь на интерьеры космических ведомств. Если всё-таки среди вас, уважаемые зрители, всё-таки найдутся те, кто категорически не согласен любоваться американскими космическими ведомствами, то добро пожаловать в соседний зал. Советский космос. Не какой-нибудь фантастический, а самый реальный и настоящий. То, о чём мы говорили в программе кино в апреле этого года, свершилось. Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестаёт отвечать на сигналы Центра управления полётом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти мёртвую станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Начинаем стыковку. Поехали. Используя весь свой педагогический талант и опыт, таки настаиваю, чтобы перед премьерой вы обязательно погуглили или же спросили у Яндекса, что такое «Салют-7». Будет интересно. Гарантирую. Как вы уже поняли, этот легендарный октябрь, судя по количеству ожидаемых премьер, наглядно доказывает, что кино важно и нужно. И как жанр действительно заслуживает звания важнейшего. Главное, чтобы люди, ответственные за то, что происходит на экране, это понимали. Я отвечаю за все конкурсы. Стаж 20 лет. Все шутки. Ей все уважают как профессионала. Все будут смеяться. А мы, зрители, всегда рады возможности выбирать. Фантастика американская или российская? Мультфильм бразильский или российский? Комедия французская или российская? Ведь только выбор делает просмотр кино действительно нужным и интересным. Не пропускайте хороших премьер в этом легендарном октябре. С вами была Алина Раимова. Увидимся. Пока. Это подарок? Угу. Прям любой? Угу. Когда захочу? Угу. В космосе? Угу. Дарите детям кино. Детские подарочные киносертификаты с фиксированной ценой. А ты пойдешь со мной? Угу. Детские подарки. Уже. Прямо. Азии.